МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рязанцы говорят, что с каждым годом наблюдается все меньше актов вандализма или порчи государственного имущества. Однако некоторые неприятные события горожане все же замечают. Улица Почтовая была украшена большим количеством цветов. Разнообразные виды растений радуют горожан и гостей города на протяжении всего теплого периода. Однако нетронутыми остаются в основном только те цветы, которые принадлежат расположенным здесь кафе и ресторанам. Городские же клумбы по каким-то причинам гости пешеходной улицы систематически уничтожают. Возможно, как. Для нас делают, чтобы было красиво, уютно. И вдруг мы такое делаем. Срывают вот эти цветы живые. Для себя, наверное, чтобы посадить. Разноцветные петуни хаотичным образом вырваны с корнем сразу на нескольких городских клумбах, расположенных на почтовой. На месте них появляются окурки от сигарет, жевательные резинки и прочий мусор. Ранее в интернете были распространены фотографии, на которых видно, что вырванные цветы часто просто остаются лежать прямо на земле. И если кто-то вырвал петуни для своего сада, другие просто занимались хулиганством. Однако и тем и другим грозит наказание. Те люди, которые похищают цветы с клумб в больших объемах, в корыстных целях могут получить уголовное наказание. Кража цветов с клумбы будет квалифицирована как уголовное преступление в случае, если она будет совершена тайно и с прямым умыслом. В качестве мотива обязательно должна выступать корысть. Цветы тайно изымаются преступником для своего использования либо передачи третьим лицам на безвозмездной основе или за определенную плату. Даже если цветы с клумб похищены в небольших количествах, наказание будет все равно. В таком случае противоправное действие может квалифицироваться кодексом об административных правонарушениях как мелкое хищение чужого имущества. За это злоумышленнику грозит до 15 суток административного ареста. При повторном совершении аналогичного нарушения в течение года после вступления в силу постановления о привлечении к ответственности, злоумышленника ждет уголовное наказание в соответствии со статьей 158.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи подразумевают наказание в виде лишения свободы сроком до года. Как мы видим, бывает и так, что цветы просто остаются лежать на земле. В таком случае за хулиганство нарушитель может получить 15 суток административного ареста. Такие нарушения не имеют корыстной цели и часто совершаются в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Административный арест может наступить, независимо от того, совершал ли правонарушитель уничтожение цветов в присутствии посторонних или делал это тайно. Стоит сказать, что вырванные цветы не так давно были замечены не только на почтовой, но и рядом с политехническим университетом. Несмотря на это, как бы не старались хулиганы нарушить баланс красоты в городе, с каждым годом Рязань расцветает. Об этом говорят сами жители. В Рязани я живу очень давно. Центр, конечно, стал выглядеть намного лучше. С годами все улучшается. Радует нас, что вот эту улицу, да, намного она лучше стала выглядеть. Город облагораживается. Очень приятно на это смотреть. Конечно, если сейчас будет так и дальше идти, это будет очень здорово. В центре очень хорошо, приятно смотреть на светы. Помимо цветов, жителям Рязани очень нравится освещение центра города и вымощенные плиткой тротуары. Глядя на создаваемую красоту, люди верят, что вся Рязань со временем преобразится. Вообще у нас еще много заброшенных парков, на самом деле. Если их облагородить и действительно как в Москве, то есть их оборудовать, я думаю, что поставить лавочки, там, тропинки сделать. Я думаю, что у нас будет больше парков, это будет намного лучше. Будет побольше, где в Рязани погулять можно. Проблемные точки в городе действительно остаются. Но если сравнивать с тем, как город выглядел еще 10 лет назад, можно сделать вывод, что постепенно внешний вид площадей и парков действительно улучшается. Главное, чтобы такая тенденция продолжилась, а хулиганов становилось все меньше. Ведь красота в городе создается в том числе и для них. Эта улочка всегда в центре внимания. Здесь сосредоточились последние образцы деревянной Рязани, той самой, которую так пытались сохранить историки, краеведы, градозащитники. Предложений было немало, вплоть до организации музея под открытым небом и перевода улицы в пешеходную зону. Но реалии жестокие и милые сердца многих, облик Рязани резной, постепенно угасают. Собственники так и не принялись за восстановление разбитой деревом крыши пряничного домика из усадьбы Попова. Недавно умер хранитель улицы 90-летний Анатолий Турбин, который жил в соседнем домике. Именно он добился охранного статуса усадьбы. Но городские власти в этом году решили преобразить улицу и начали реконструкцию дороги и тротуара. Благодаря чему из-под земли возникли каменные глыбы с историей. Экскурсоводы знают, что здесь, как раз возле этого дома, сохранились так называемые каменные тумбы, которые когда-то отгораживали тротуар от мостовой, соответственно. То есть такие парковочные столбики, скажем так, да, чтобы телеги не заезжали на тротуары. То есть мы об этом знали и все время, когда приводили сюда экскурсии, я всегда эти столбики показывала. Другое дело, что они были скрыты в траве и иногда, если не обратишь внимание, кажется, что это просто какие-то камни, которые лежат. Вес этих тумб 200 килограмм. Волонтеры из Рязанского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры сумели полностью достать из-под земли лишь одну. Осталось поднять еще пять таких тумб. Одна из них требует срочного вмешательства, иначе ее замостят плиткой. Волонтерам необходима помощь с участием техники. Это возможно сделать быстрее и проще. Адский труд, на самом деле, очень тяжело физически, и справились они только с одним столбиком, остальные по-прежнему пока еще в глубине. Хорошо бы было, чтобы помогли как-то техники, я не знаю, либо администрация города, либо какие-то спонсоры, чтобы эти столбики вытащить, выровнять, чтобы они уже во всей своей красе предстали здесь, на этой старинной улице. В настоящее время на улице Щедрина укладывают тротуарную плитку. Исторические объекты не демонтируют, но и не приводят в порядок. Такие столбики были характерны для городской среды 19-го, начала 20-го веков, но сохранились только здесь. Рязанские защитники памятников истории боятся, что старинные тумбы могут навсегда скрыться под новым покрытием. Поэтому приглашают единомышленников помочь. Строгий внимательный взгляд выдает многолетнюю привычку вникать в детали и замечать все. Следователями становятся люди, наделенные железным терпением, выдержкой, высоким интеллектом и готовые к сложностям. Призвания. Иначе в эту стезю не попадают. Григорий Коновалов имя, которое часто можно услышать в репортажах и встретить на страницах газет. В его послужном списке немало громких историй. Именно Григорий Константинович руководил группой, которая расследовала убийство ветеранов в сентябре прошлого года супругов Макеевых. Дело было не раскрыто. Имело большой общественный резонанс. Было совершено в условиях неочевидности. Свидетелей для очевидцев не было. Поэтому доказательства собирались по крупинкам. Хотелось бы отметить работу оперативных сотрудников, благодаря которым это преступление было раскрыто. Была обнаружена видеокамера на ближайшем доме, где изъято видео. Сотрудники просмотрели это видео. На нем был все молодой человек, который, по их данным, уже ранее привлекался за кражу. Стали его отрабатывать, нашли, установили местонахождение, изъяли ряд предметов, на которых были обнажены его биологические следы и тем самым в последующем дал признательные показания. Напомним, тела 91-летнего Павла Макеева и его супруги, 89-летней Риммы, родные обнаружили 26 сентября. Пенсионеров убили в собственной квартире ударами по голове. Мотивом преступления, как выяснилось позже, было ограбление. Сейчас дело уже рассматривают в суде, а обвиняемому 20-летнему рязанцу грозит пожизненный срок. Дело санатория Сосновый Бор тоже расследовал Коновалов. В 2016 году о сотрудниках санатория, которые не получают зарплату, узнали во всей стране. В ходе расследования потерпевшими были признаны порядка 300 человек, практически все работники предприятия. Задолженность была очень большой. На момент завершения следствия она составляла 16 миллионов. На приночальном этапе директор предприятия также пыталась всячески избежать ответственности, говоря о том, что не было денежных средств в бюджете организации, чтобы выплатить заработную плату. Однако был установлен в ходе расследования и в ходе проведения бухгалтерской экспертизы и денежные средства в санатории были. И тратились они на иные нужды, нежели на выплаты заработной платы. Тогда следствием были приняты меры. Арестованы имущества, транспорт, здания. Приставы реализовали это имущество, а люди получили свои денежные средства. Виновным признали директора предприятия. А еще ранее, в 2012-м, Григорий Константинович вошел в состав следственной группы, которая занималась разбором беспорядков в Москве, когда были волнения на Болотной площади. Принимал участие в расследовании данного уголовного дела. Бригада была большая, порядка 150 следователей из Центрального федерального округа. Работа была интересная, были обширные мероприятия. Запомнилось мне это проведение массовых обысков у подозреваемых лиц. Проводили их в 6 часов утра по всей территории Москвы, Московской области. Было задействовано порядка 500 сотрудников. Это сотрудники СОБРа, кинологическая служба ОМОНа. В органах Григорий Коновалов вот уже 22 года. Следователем трудится более 18 лет. Путь его был определен еще в детстве. Отец-милиционер заразил своим примером, и Григорий пошел по его стопам. Сейчас он шутит о том, что для своей семьи является папой выходного дня. С двумя дочками видеться удается лишь выходные. Ведь на работу он уходит, когда они еще спят, а приходит, когда уже уснули. Но девочки, рассказывает Григорий Константинович, хотя еще совсем маленькие и не до конца понимают всего. Уже очень гордятся папой. Марина Ковиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В 2019 году был завершен первый этап реконструкции верхнего парка в центре города Рязани. Большинство дорожек были выложены тротуарной плиткой. Отреставрирован памятник Сергею Есенину, в парке появились клумбы и выполнено ландшафтное озеленение. Этим летом запланирован второй этап благоустройства верхнего парка. В текущем году запланирована работа по устройству освещения и установке малых архитектурных форм. Также в этом году планируется пока устройство детской игровой площадки. Рассматриваются возможности уже со стороны администрации. Уже заключен контракт с фирмой-подрядчиком, которая будет выполнять работы по реконструкции парка. Работы планируются начать в ближайшее время. 17 июля заключен муниципальный контракт на выполнение работ с ООСК «Вираж». По контракту срок выполнения работ до 30 сентября. Администрации города Рязани разработана проектно-сметная документация, из которой следует, что второй этап благоустройства парка предполагает установку урн, скамеек, освещения. На реализацию второго этапа реконструкции парка планируется выделить из средств федерального бюджета 30,5 миллионов рублей. На 2021 год запланирован третий этап реконструкции верхнего парка. Он предполагает полное завершение работ по устройству детской площадки, ландшафтному озеленению и системы видеонаблюдения по периметру всего парка. Семен Иванов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Обычное известие о том, что в скором времени в городе будет производиться ремонт канализационных коллекторов, у горожан вызывало мысли о скором перекрытии проезжей части. При этом люди понимали, что это затянется надолго. Начиная с прошлого года в Рязани начали производить ремонт с использованием новых технологий с привлечением специалистов из Ростова-на-Дону. При этом происходит перекрытие совсем небольших участков автодороги. Методика надежная на трубу гарантия от завода 50 лет выполняется методом протаскивания трубопровода в существующий трубопровод. Потом при подаче пара идет раскрытие трубопровода, имеет свою несущую способность, память труба, когда она раскрывается, свою память принимает и остается в рабочем состоянии. Для того, чтобы провести новую трубу из полимерных материалов через старые металлические или керамические трубы, нужно отключить очередной участок от колодца до колодца, чтобы сточные воды не мешали работам. Установлены насосные канализационные станции для перекачки канализационных стоков, два байпаса обводных линий для отвода стоков. Отсечен участок для производства работ на момент санации. Каждый участок трубы, которую нужно установить, измерялся заранее. Их замена производится от одного колодца до другого. Ростовская фирма в том числе занимается и заменой старых колодцев на новые. Что интересно, полимерные трубы не стыкуются между собой. Их соединение происходит в колодцах. Санация данного участка приведет к улучшению работы канализационного коллектора, его пропускной способности, улучшению скольжения, то есть к ликвидации засоров и вытеканию стоков на улицу и подтоплению домов. К тому же при этой методике не приходится перекапывать половину улицы. Для работ необходимо раскопать только те участки, где расположены два соседних колодца. После этого с помощью специальной машины происходит гидродинамическая промывка старой трубы. Уже после этого в нее вставляется новая труба, которая благодаря парогенератору подходит для разных диаметров труб. В прошлом году в Рязани уже были произведены такие работы в Советском и Октябрьском районах. Сейчас же идет ремонт участка от улицы Гоголя до Высоковольтной. Как говорят эксперты, здесь ремонт был необходим. Коллектор за последние несколько лет пришел в состояние износа. Очень часто на этом участке полтора километра от Стройкового до Высоковольтной возникают засоры, которые приводят к подтоплению частного сектора, дорожного покрытия, разрушения соответственно и так далее. Поэтому было принято решение о санации данного коллектора диаметром 400. Теперь люди, проживающие в районе тех участков, где производится замена труб новым методом, надолго забудут о неприятностях с канализацией. В дальнейшем Рязань планирует также применять современные технологии для улучшения качества жизни людей. В настоящее время работы проводятся под строительно-техническим контролем ведущих инженеров муниципального предприятия Водоканал города Рязани.